Олег, как думаете, баба из сказки «Каша из топора» поняла, что солдат оказался инфо-цыганом? Это же шедевральная сказка, презентация этой темы. Вот, совершенно верно. Кстати говоря, да. Я тоже про это иногда вспоминал. И вот тут недавно у меня была очень забавная дискуссия, где на АСКФМ мне человек там что-то писал про ДПДГ, доказывая, что вот есть такой метод, который работает сам по себе. Я говорю, слушай, если систем, ну, возможно, он работает сам по себе. Методы бывают разные, с этим никто и не спорит. Но, скорее всего, для того, чтобы системно работать с человеком над какой-то задачкой, требуется, в общем, достаточно много компетенций терапевта. Терапевт должен уметь общаться, создавать терапевтическое пространство, в общем, назначать сессии, вести сессии и так далее. И так далее. Я говорю, не-не-не, это все в херня, метод работает сам по себе. А потом в какой-то момент, когда я его там стал раскручивать, он говорит, ну, смотри, вот как с человеком работает, и описывает мне там здоровенный, здоровенный список. И мне, конечно, тут же в голову приходит именно сказка про кашу из топора, что, ну, собственно, топор туда кладут или ДПДГ или там еще какой-то метод не так важно. Да, важно то, что вокруг этого потом все варится. Да, топор потом можно вынуть, сказать, да, он тут недоваренный, в следующий раз еще сварим, как бы, да, жесткий пока еще. И вот действительно, опять же, но это, видимо, тоже какой-то признак некомпетентности, когда люди не выцепляют какие-то ключевые, реально ключевые моменты, из-за которых что-то происходит или не происходит в этом мире. Вот. А это, ну, как бы такая темка, надо сказать.